Всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в Elite Dangerous, и я тут немного психанул и купил анаконду. Пришлось продать питона, конечно, денежек мне не хватало, чтобы питончика оставить, но я пока что не жалею. Пока что не жалею, но я еще как бы тоже даже не вышел в положительный баланс, скажем так. 7 миллионов с копейками страховка у анаконды. Это очень большой, один из трех огромных кораблей, самых больших кораблей на данный момент, которые есть в игре. И обошлась мне она до 150 миллионов, точно не скажу сколько. Сама анаконда 128 миллионов стоит, ну где-то примерно, 120-128 миллионов на станциях, принадлежащих китайцу. У него скидка, как я уже рассказывал, для всех, на все корабли, на все оборудование, скидка определенная есть. 10, по-моему, процентов на корабли и 15 на оборудование, поэтому анаконда вышла дешевле. Оборудование на ней самое простое, целая куча грузовых стеллажей, больше, в принципе, ничего нет. Ну мы сейчас пройдемся, посмотрим. Вот, и я, ну прям впритык уложился, да, и это я уже наторговал, поставил уже рамочно-смесительный двигатель топовый, который стоит 16 миллионов на анаконду. И сейчас мы его еще полетим у Felicity Upgrade. У меня три попытки есть, ну надеюсь, за эти три попытки что-то путевое мы заролим. Ну если нет, то поставим, что попадется. Хотя бы немного увеличить дальность прыжка уже будет приятно. Так, давайте посмотрим по гнездам. У меня тут все пусто, но можно поставить гигантское гнездо, три средних гнезда, два пусть, два, три больших, точнее, два средних, два маленьких. Короче, неплохой боевой, ну как неплохой, относительно неплохой боевой корабль. Насколько это можно сделать на огромной такой летающей корове, неповоротливой, медленной. Но завесить можно, завешать ее турелями и, ну, уже будет как-то, хоть как-то. Вот. Но пока что у нас торговая, поэтому оружия никакого нет. По креплениям общего назначения у меня стоит два разбрызгивателя дипольных отражений, которые сбивают наведение турелей и лазеров. Говорят, помогает, если на меня нападет такая же анаконда, ну, пират, я имею в виду, да, я буду что-то возить торговать, и на меня нападает анаконда. От нее просто так не упрыгаешь, как от других кораблей поменьше. И, может быть, помогут вот эти вот разбрызгиватели отражений. Посмотрим. Так, что у нас здесь. Обязательное внутреннее облегчил как мог. Силовая установка 4А может, ну, меньше, наверное, ставить смысла. Нет, там, 3А это уже будет чересчур, и мне кажется, не хватит мне энергии. Маневровый 7D тоже меньше поставил. Рамочно-смесительный топовый. Систему жизнеобеспечения, как и сенсоры на D, варианты надо переставить, но денег нет. Распределитель питания тоже меньше поставил. И легче, соответственно, прыжок мы подняли вот до 19 уже световых лет с полным трюмом. Ну, хоть что-то. Вот. Из необязательного внутреннего грузовые стеллажи, 416 у меня тонн вместимости сейчас, топливозаборник оставил, потому что... Я... Че вообще анаконду купил? Потому что у нас цели сообщества в четверг обновились, и... Три цели сообщества у нас торговые. Я подумал, что на анаконде я побольше наторгую, чем на питоне все же. Ну и топливозаборник нам понадобится. Так же, как и сканер. Так же, как и щитогенератор, ну, его можно было бы хотя бы пятерочку поставить, лишиться вот этих вот 16 тонн еще. Но я пока четверку поставил. Может быть, хватит. Ну и денег нет на пятерку, так что, как бы да. Ну и стандартный стыковочный компьютер. Со стыковочным компьютером, конечно, иногда бывают проблемы. Я много ходок уже сделал торговых на простом торговом маршруте, на достаточно, ну, не очень прибыльном. Я на этом торговом маршруте, невзирая на то, что у меня вместимости на сотку с лишним стало больше, да, но зарабатываю я так же, как и на питоне на моем. Ну, потому что сам маршрут не очень, из-за того, что у меня дальность прыжка была маленькая. Сейчас уже побольше стало, да, когда я поставил этот прыжковый двигатель максимальный. Уже немножко попроще стало. Вот. Но все равно я пока на другие маршруты не летал еще никуда. Сейчас еще одну ходочку сделаю. Еще там где-то 700 тысяч заработаю, примерно. И полетим к Фелистии апгрейдиться. Так, ну, тут вот, в принципе, вот так вот как-то получается. Давайте посмотрим на цели сообщества. Мне очень понравились новые цели сообщества. Все три, правда, торговые-то как-то, ну, так себе на самом деле. Ну, а что поделать? И мне понравилась вот эта вот больше всего, связь с колонией. Колония Небула — это туманность, в которой находится станция Жака. Независимая фракция Латугара, действующая в аналогичной системе, объявила о планах в одноименной системе, я вот так сказал. Объявила о планах по созданию ряда станций по направлению от центральной части населенного космоса к быстро растущей колонии Небула. От представителей организации поступило следующее заявление. Из-за сравнительной удаленности жителей колонии, остров стала необходимость по созданию станций для дозаправки кораблей, путешествующих в колонию и из нее. Новые базы позволят заполнить пробел между растущими сообществом колонии и ключевыми системами. Для поддержки этой амбициозной инициативы разместила открытый заказ на материалы. Титан, компьютерные компоненты и электрогенераторы пообещала наградить пилотов, доставляющих необходимое на станцию Love Orbital в системе Латугара. Система эта находится в жилом пузыре, как бы недалеко от нас, и нужно доставлять туда товары. И в итоге эта корпорация, фракция, точнее, да, фракция построит где-то станцию заправочную между... Давайте посмотрим сейчас через политику. Красивее видно все это дело. Вот это вот наш жилой космос. Здесь находится вот эта станция на окраине практически, да, нашего обжитого космоса. И где-то, куда-то построят станцию. Я еще не знаю, куда и где ее построят. Вот станция Жака. На каком расстоянии? Ну, может, будут там десятки станций строить, чтобы можно было заправляться. Не знаю, посмотрим, что из этого всего получится. Но это круто на самом деле. Мне очень нравится. Это все-таки какие-то изменения в космосе происходят. Это классно. Я этому очень рад, поэтому с удовольствием буду принимать участие в этом комьюнити-голе. Ну, и есть еще, конечно же, у нас трение между Империей и Федерацией. Тоже два, хотя написано, да, битва за эту систему, но это два торговых аналогичных друг другу комьюнити-гола. У Империи это нужно доставлять взрывчатку на станцию для того, чтобы мешать работам космопорта по производству беспилотников. У Федерации это доставлять другие товары для того, чтобы, наоборот, этот космопорт работал и производил дальше беспилотники. Вот. Награды пока что небольшие, но уже достаточно интенсивно люди работают над этими целями сообщества. Я думаю, что достаточно быстро, через пару дней, они завершатся. Так что я хочу как можно быстрее принять в них участие на своей новой торговой анаконде. Надеюсь, недаром я ее купил, и награды, я думаю, будут приятные. Хотя бы там, ну, по десятке миллионов, может быть, больше, если повезет до 20, дойдет, может быть. Посмотрим. Мы получим. Постараюсь опять в 10% лучших игроков влезть, если получится. Но посмотрим, опять же, что выйдет из этого. Так, ну, я, как говорил, сделаю еще одну ходочку. Я на этой станции покупаю золото, везу ее на другую станцию. И я это все делаю на свой страх и риск, не имея достаточно денег, чтобы в случае чего покрыть страховку. К сожалению. Но я осознанно иду на такие риски. Вот. И пока что все нормально, как бы, да, я уже 16 миллионов заработал и купил себе этот рамочно-смесительный двигатель топовый. Вот. Самое сложное на «Анаконде» это все-таки стыковка и отстыковка от станций. «Анаконда», да, может стыковаться только с вот такими подобными станциями большими. На них только есть площадки достаточного размера, чтобы принимать огромные корабли. И самое неприятное это вот это, что может быть. Можно тут, конечно, капитально застрять, но вроде бы не застрявал. Так что тебя разберут эти турели защитные, что ты, мол, проход закрыл, и вредитель надо тебя изничтожить. Но вроде такого не было. Иногда цепляюсь. Почему цепляюсь? Потому что у «Анаконды» обзор идет вот из вот этого, я не знаю, капитанский мостик такой, да, там места много, там кабинка на три человека. И она очень высоко расположена. То есть основная часть корабля значительно-значительно ниже. Вот корабль вон аж. Плохо видно, конечно, сейчас, но вот как бы, да, можно развернуться просто на самом деле. Как-нибудь бачком к солнышку. И посмотреть сбоку на все это дело. Вот это я там поворачиваю. Вот. Насколько большой корабль и весь его размер большой приходится вниз. Поэтому и стыковка немного отличается от стыковки на других кораблях, у которых кабина по центру. Тут приходится повыше просто брать. Но в целом привыкнуть можно на самом деле. И автопилот достаточно неплохо справляется. У меня было только вот один раз, что он что-то решил вдруг в стенку подолбиться. В стенку станции. Но я быстро вырулил и нормально. Я никуда далеко не отхожу. Стараюсь, когда автостыковка у нас идет. Когда стыковка идет. Ну вот, но все равно. Проблемы еще бывают иногда. Сейчас я вручную еще попробую залететь на станцию. Мы давайте отключим стыковочный компьютер. Чтобы нам не мешал. Покажу, как это все... Ну, можно нормально залетать. Вылетать как бы проблем особых нет. Пока что, во всяком случае, у меня не было проблем. Причем даже он узкий корабль. И длинный. И широкий относительно. И это даже позволяет нормально ему стыковаться со станцией. Даже если в станцию залетает Type 9. Широкий, огромный корабль. Который занимает практически все пространство этого шлюза. Но все равно можно нормально пролететь рядышком. Без каких-то проблем. Я уже так пролетал. Как бы все нормально. То есть, многие говорят, что стыковаться очень-очень неудобно. Все не так плохо. Как люди говорят. Ну и вообще, корабль в принципе, да. Не маневренный, не быстрый. Ну, большая летающая корова такая хорошая. Вот. Ну как хорошая. Есть еще получше корова, да. У нас это имперский корабль. Один из трех огромных кораблей. У нас есть анаконда. Не фракционная. Ее может купить любой, у кого денег на нее хватает. И есть еще два огромных фракционных корабля. Один у Федерации, другой у Империи. Ну и каждый из этих кораблей, в принципе, очень хорошо выполняет свою конкретную роль. Федеральный Корвет. Он идеально подходит для боевых действий. Его можно оборудовать очень хорошо для серьезных боевых действий. Это топовый боевой корабль на данный момент. Так же, как и у Империи, аналогичный корабль огромный. Это топовый торговый корабль, потому что его можно трюм разогнать до сумасшедших 700 с лишним тонн. У анаконды максимум там 450-480. Что-то такое можно расширить до этого размера. Но анаконда все-таки более такой средний вариант, на котором повоевать можно. Если еще маневровый нормально поставить, да, то он маневреннее все-таки, чем этот Имперский каттер или клипер. Я не помню, как он называется, я все время путаю их. Они и внешне похожи, и названия немного похожи, но не суть. Анаконда это вообще в идеале топовый исследовательский корабль, потому что прыжок у анаконды можно разогнать до 50 с лишним световых лет. Это максимальный прыжок в игре. То есть ни один другой корабль настолько разогнать нельзя, и анаконда может летать туда, куда не долетит ни один другой корабль. Ну, это если кому-то вдруг надо, я не знаю. Я на анаконде исследовать не собираюсь. Я, если полечу еще исследовать куда-то, то чего-то, то только на Аспе. Может быть даже на Diamondback Explorer, потому что он крутой, он классно очень выглядит, мне он очень нравится внешне. Но он похуже, чем Аспе-эксплорер. Разве что анаконду можно использовать для доставки товаров на станцию Жака. 400 вместимости это в разы больше, чем у... Там сколько на сотку можно разогнать, если я не ошибаюсь, Аспе-эксплорер. И прыжок в 20 с лишним световых лет, это достаточно серьезно в нагруженном состоянии. Вот, поэтому если вдруг что, если вдруг появится какое-то задание на станции Жака, то я беру свою анаконду, гружу ее товаром и полечу туда. Но надеюсь, это будет не скоро, потому что 10 часов реальной жизни тратить мне на этот полет пока что не особо хочется. Вот, ну, и это хорошо, что сейчас комьюнити голы, он, смотрите, идеально практически влетел, чуть-чуть там задел, и нормально. Теперь еще, правда, неудобно вот стыковаться с площадкой. Очень неудобно, потому что нос закрывает весь обзор, и, ну, не очень удобно. Да, я забыл, забыл, забыл. Ну, давай еще чуть-чуть назад. Во, практически идеальная стыковочка, все хорошо, комфортно, достаточно. Меня вполне устраивает этот корабль уже. Единственная, да, его проблема, в отличие от питона, серьезная проблема, как бы, да, единственная для меня, это то, что анаконда не может садиться на станции, на аутпосты. Это небольшие станции с маленьким количеством стыковочных этих площадок, и там нету площадок большого размера, огромного, да. Вот, это, ну, под это стоит построиться просто-напросто, и свыкнуться с этим, и все нормально будет. Так, все, у меня есть уже деньги на страховку, даже пару копеек сдачи останется, если вдруг чего. И я, кстати, торговый ранг поднял до предпринимателя. Это замечательно. Давайте мы посмотрим. Теперь я предприниматель. Прекрасная работа, командир. Ваши способности к торговле крайне впечатлили нас, в связи с чем федерация пилотов присваивает вам торговый ранг предприниматель. Отлично. Так, что дальше мы делаем? Дальше мы, наверное, полетим к... Да, не к Фелисити мы полетим, а нужно купить нам будет парочку вот этих вот спиралей магнитного излучателя, три штуки. Вот, и лететь сюда достаточно долго, и топливо у меня закончится, да, на полпути, и придется заправиться от солнца, от звезды, простите, пожалуйста. Ну что такое? Все время я называю любую звезду солнцем. Привычка просто. Так, хорошо. Полетели. Сейчас я вылечу со станции. Еще разок на запись ручками, да? И дальше уже нажму на паузу и вернусь к вам, когда долечу до Фелисити. Фелисити вроде ближе, чем к Оливире лететь, не знаю, посмотрим, кому ближе будет. И у нас будет три попытки. Я очень надеюсь на максимальный, конечно же, результат, на максимальное улучшение дальности прыжка. Но посмотрим, что из этого всего получится. Так, вот так вот помещусь, наверное, наверное, наверное. Не, надо выше было, выше надо было. Все, уже ниже, 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 ниже. Чуть-чуть поцарапались, закрываем шасси и газуем, газуем. Все, отлично, отлично. Так, а я вроде бы уже, да, выставил нужное направление. Хорошо. Пока что пауза. Лечу к Фелисите. Вот первая посадка будет на планету на Анаконде. Я, кстати, показывал, не показывал внутренности. По-моему, не показывал. В принципе, кораблик, на самом деле, мне кажется, неплохим пока что, во всяком случае. С одной единственной проблемой личного для меня, это то, что он не может садиться на мелкие станции, а вот посты и прочее. Блин, немножечко неудачное время мы прилетели опять к Фелисите. В нее по-прежнему темно будет, как и в прошлые разы. Но тут чуть-чуть бы, наверное, подождать, и вот уже посветлело. Или, может быть, наоборот, только ночь здесь начинается. Вот, кстати, что-то посветлило немного. Как начала планета подгружаться нормально. Кратер, смотрите, какой огроменный. Наверное, вручную попробую посадить сейчас тоже. Мне, наверное, не позволит это сделать. Давайте мы отключим стыковочный компьютер еще разок. Где он стандартный? Выключим его. Попробуем вручную сесть. Тоже. Так. Тормози. Хорошо. Соблюдайте протоколы стыковки. Окей. Надеюсь, это наш. Вроде бы только он светится, да? Вроде больше никаких площадок не светится. И, кстати, на планету садиться даже гораздо приятнее. Меньше колбасит сам корабль. Потому что, ну, тот же питон его вот так вот трясло постоянно. Ну, как мне ребята и писали, да? То есть, чем больше корабль, тем лучше он выдерживает нагрузки. Всякие разные. Так. Я шасси, как обычно, забыл выпустить. Все. Потихонечку садимся. Надо вперед немного поддать. Так. Хорошо. 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 Все. Все. Теперь перестарался немного. Все. Пойдет. Давайте я включу опять стыковочный компьютер, чтобы я не забыл потом. И не получилось так, что я подумаю, что корабль стыкуется и уйду, сбросив скорость. Где-нибудь возле этого. Возле входа на станцию. Где меня потом разберут за перекрытие доступа к станции. Так. Картографию продадим тебе, может? 45 тысяч. А, ну, да. Можно, в принципе, без проблем. Так. О, стоп. Не в та. Теперь самое ответственное. Самое интересное. Это заролить топовый апгрейд с трех попыток. А. Закрепить. Закрепил я. Молодец. Ну, давайте. Первая попыточка. По массе очень плохо уже. По дальности 45%. Ну. Энергопотребление. Время загрузки на секунду больше стало. Тепловая нагрузка как бы ерунда. Ну, мы применяем 45%. Ну, относительно неплохо. На случай, если ничего лучше не заролится за остальные две попытки, это уже хоть что-то будет. Что у нас получилось? Неплохо. До 44 световых лет. Ну, без загрузки. Относительно неплохо. Так. И еще две попытки. Давай. Вот, кстати, вот насчет максимального топлива на прыжок, я, если честно, так и не понял. Но, в любом случае, хуже. Хуже, чем у нас было. Получилось. И последняя попытка. Тоже хуже. Ой. Будет, значит, вот так вот. Как есть. Отказаться. И давайте мы зайдем сейчас в снаряжение. Я хочу посмотреть, сколько с нагрузкой у меня дальность прыжка получается, чтобы рассчитывать таким образом какие-то баги текстур там только что были. Чтобы рассчитывать своим торговые возможности. Да, вон какие-то вот баги определенные есть. 27,74. Ну, в целом неплохо. В целом неплохо. По-моему, у моего питона дальность прыжка была при полной нагрузке была меньше. на порядок. Там, по-моему, около 18 я прыгал. Так что это открывает дополнительные возможности. Более дальние маршруты. То есть, можно, если будет выгодный маршрут на несколько прыжков, да, на расстоянии там на 50 световых лет, то я буду брать его. Это всего два прыжка будет. В итоге нам и не намного дольше по времени, но зато, если прибыль будет больше, то это будет очень-очень круто. Я сейчас даже быстренько гляну, какие там маршруты есть. Ну да, на полтора миллиона заходку. В принципе, маршрутик относительно неплохой. Надо посмотреть, как он по времени, насколько будет. Тоже важный момент. Потому что, может быть, реально на питоне даже было бы выгоднее. Ну, короче, посмотрим. Ладно, это не принципиально сейчас нам. Сейчас у нас все равно первым делом стоят цели сообщества, которые мне бы хотелось повыполнять. Там как раз небольшая прибыль будет. Ну, короче, в любом случае, куда мы летим? Давайте, наверное, первым делом, да, мы поможем федерации. Федерации. Сейчас мы, короче, надо все это дело смотреть, все это дело проверять. Поможем федерации, где у нас вот транзакции. Нам нужны роботы или детали для беспилотников. Окей. Сейчас будем смотреть, где такое можно найти и сколько там по количеству этого дела. Итак, нам нужны роботы. С них чуть больше прибыли идет, чем с вот этих компонентов для беспилотников, как это они назывались. Посверившись, да, с Elite Dangerous Database, я нашел, что достаточное количество роботов было когда-то вот на этой станции. Она совсем недалеко от системы, в которую нам нужно возить этих роботов. Как раз один прыжок. Один прыжок, поэтому полетели. Сейчас попробуем как раз взлететь еще тоже интересный момент. Четыре прыжка до этой станции и там от звезды до станции недалеко. Вроде бы там 38 тысяч роботов еще на станции лежит, но посмотрим, не знаю. Правда или нет? Потому что данные как бы тоже обновляются не с завидной регулярностью. Блин, еще и затя... А, ненавижу, вот больше всего ненавижу, когда затенена моя цель и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что такое там? Что-то там не то. Какой-то стол... Куда? 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 Полетели, полетели, полетели. Какой-то столб нам что-то мешает взлететь нормально. Мне кажется, что да. Цель затемнена, вот прям ненавижу. Ненавижу. А так не затемнена, а и так затемнена. Что тебе не затемнена? Вот это затемнена, вот не затемнена. Полетели. 4, 3, 2, 1, engage. Ну, в принципе, нормально, если не считать, что мы чуть не врезались в какой-то столб, пока я, да, на 90 градусов вравнялся. Ну, в целом, норм. Так, теперь переключаемся на наш стандартный маршрут, отлетаем от планетки и полетели за роботами. Ярчикин стейшн какой-то. Подлетаем. Надеюсь, там реально будет много, много роботов. И сейчас как раз посмотрим, как на автопилоте стыковочка идет. и посмотрим за 400 груза, как далеко мы уйдем по рейтингу в целях сообщества. Ребята говорили, что там за... на реддите, опять же, да, оп, тормозим, отлично, на реддите, посвященному целям сообщества, там ребята писали, что в топ 10% выбились, сдав там 1000 где-то тонн, 1200, что-то такое. Короче, 3-4 ходочки, и я в 10% лучших игроков. Но это, опять же, пока что временно, поэтому ходочек у меня лично будет гораздо больше. Я планирую хорошо поторговать, тем более, как бы прибыль будет относительно небольшая у меня с вот этой торговли, самочистая прибыль, да, поэтому хочется выйти повыше в рейтинге, чтобы в итоге потом получить больше наград дополнительных. Неспешная такая автостыковочка, красивая. Иногда, вот у меня реально один раз было, я не знаю, от чего это зависит, какой-то, может, лак произошел, что автопилот полетел выше входа и просто долбился об стенку станции. Ну, я хорошо, что смотрел за всем этим безобразием, я затормозил его и отлетел в целом без проблем. Даже там до второй полоски щита не дошло, по-моему. Так, теперь самое интересное, как много роботов здесь, потому что многие люди тоже занимаются робототорговлей. Так, где наши роботы, в каком они разделе, если бы знать еще роботы. Предложение 13 тысяч всего лишь на сайте, на Elite Dangerous Database пишут, что здесь было когда-то 36 тысяч. Да, быстро разобрали. Но, все равно, что как бы, мне все равно на самом деле. 13 тысяч, если я успею хотя бы там пару тысяч отсюда вывести, это уже будет хорошо. Так, да, заполнили 400. Угу. Теперь отмечаем нашу цель сообщества. вот сюда наверное даже мы пометим вот эти меточки старые уберу, они мне не нужны, удалить. И вот эту удалить. Пометим теперь станцию, куда нам нужно возить роботов. Относительно недалеко, относительно. Так, проложим к ней маршрут сразу же и отметим вот эту станцию тоже, на которой я этих роботов покупаю. Тут как раз один прыжок, четенько, очень удобно, пока эти роботы здесь не закончились. Потом придется новую какую-то станцию искать. И опять же, если бы я был на питоне, то выбор у меня был бы гораздо, гораздо больше, я думаю. Мы, кстати, можем картографию тоже по дороге. Там я пару систем просканировал. 17 тысяч получим. Все, полетели. Так, я прибыл без проблем на станцию. Давайте посмотрим, что у нас по роботам выходит. Сколько? Ууу, даже меньше, чем я думал, прибыли получилось у нас. Это печально. спрос огромнейший, конечно, но да. 300 тысяч всего-навсего. Хорошо. Теперь давайте посмотрим вот сюда. Надо подождать. Подождем. Нет, я ждать не буду, я еще раз просто слетаю. Ну вот, пока я лечу за второй партией роботов. Статистика уже обновилась, сдал я 416 тонн и попал в лучшие 50% сразу, сходу. Уже, считайте, 600 тысяч кредитов я точно заработал дополнительно. Но я на этом останавливаться не собираюсь и буду возить еще дальше. Ну, пока тут роботы может не закончиться, может быть, пока, ну, кстати, тут скоро это может уже не выгодно будет вообще, там копейки пойдут. Ну, надо будет посмотреть. Может быть, посмотрю сейчас на... Если можно посмотреть. В принципе, вроде можно. На Elite Danger Database можно поставить фильтр для торговли от станции к станции. и оно выдаст товары, которые можно продавать, покупать между двумя станциями, ввозя их туда-сюда. Сейчас посмотрим. То есть отсюда я точно вожу роботов уже, да, тут мы определились. Сейчас посмотрим, что там у нас роботы. Ну, пока еще есть. Подождите, 13? Было вроде 12, да, нет? Или было 13? Было 13 тысяч. Ну, 12800 теперь уже. Так, сейчас я посмотрю, что можно возить сюда. Короче, можно возить силовые генераторы. Прибыль будет 84 тысяч со всего трюма моего. 84 тысяч. тысяч. Ну, копейки, но, наверное, я буду так делать. Поэтому, да, полетели за генераторами. Кстати, по поводу взрывчатки. Ее можно просто продавать. Значит, она, по идее, должна быть законная на этой станции. надо будет посмотреть и на взрывчаточку. Но, она дешевая, с нее много прибыли не получится. Я уверен. Но, и во втором, как бы, задании, события, сообщества, надо будет поучаствовать, получить там тоже дополнительные награды. Так, что я там говорил? Силовые генераторы. Ох, так. Power Generators. Это, наверное, какие-то, как я, как я перевел силовые генераторы. Я тоже без понятия, где они, в каком разделе могут быть. Синтезаторы. Оборудование геологическое. Может быть, там, где роботы. у нас были где-то снизу роботы, катализаторы, сепараторы. Если бы все так просто было. А, может быть, какие у нас еще варианты здесь есть? Ну, самый лучший вариант, на самом деле. По количеству, блин, сапплай, слушайте, по сапплаю можно найти. Сапплай здесь достаточно большой. Ткань. Не похоже на ткань. Покупается 324 кредита. Миллион 800 сапплай. Сапплай. Что-то я не вижу такого ничего. А, это спрос. Я не на предложение смотрю, я на спрос смотрю. Во, электрогенераторы. Электрогенераторы. Есть такое дело. Забираем. И сейчас повезем на ту станцию и там еще роботов закупим. Что там пишут? Обновилось уже? Пока не обновилось. Хорошо. Полетели. Так, ну, попробуем продать эти генераторы. Посмотрим, что там. Ну, выгода какая? Да, 81 тысяча, да? 84. Копейка дополнительная и то приятно. Так, и давайте посмотрим, что там по роботам у нас. Вышло лучшие 25% уже за 832 тонны. В принципе, пока я вот летаю на этом маршруте, можно было бы и снять топливозаборник и сканер и возить на 32 тонны больше, но мне почему-то кажется, что я потом забуду их поставить когда-нибудь где-нибудь, когда полечу на другой маршрут, и будет грустно. Так, 10 блин, роботов разбирают только так вообще. Вот это да. Надо хорошенько повозить их будет отсюда, пока они здесь еще хоть как-то есть, потому что вот за эту ходку 2000 роботов в 2500 просто исчезли. То есть, такими темпами еще 3-4-5 максимум ходок и все, и роботов на этой станции больше не будет. А еще я 5 ходок точно сделаю, я думаю, всего может быть даже больше, потому что сейчас-то только у нас второй уровень этого, да, комьюнити гола, а еще достаточно много нужно принести, роботов привезти. Так, тихо-тихо-тихо. Соответственно, по мере того количества, которое будет привозиться игроками, мой ранг будет падать. Странно. Вот, ранг будет падать и это грустно немного. А еще я понял, что мы можем вот так взять, посмотреть, навести на станцию. Давайте даже сюда зайдем. Ну, во-первых, поставим, проложим маршрут сюда, да, на станцию. Так, и запрещено. Взрывчатка не запрещена, так что все нормально. И надо будет посмотреть, куда ее сдавать, в магазин или на черный рынок. Тут есть черный рынок, есть черный рынок. Ну, я одну на черный рынок точно сдам, чтобы там инженера одного потихонечку открывать, раз, такое дело. Ну, если она будет приниматься на черный рынок. Ну, короче, со взрывчаткой сейчас мы посмотрим. Я, наверное, партию роботов привезу сейчас. Или нет, я, наверное, повожу роботов. С этой станции пока есть, пока удобно возить. Пока мы там 400 тысяч за два конца ходку получаем, прибыли. Я этим позанимаюсь. Роботы здесь закончатся, потом я переключусь уже на взрывчатку, думаю. Вот, ну, а пока что я, наверное, на этом серию закончу. Вот так вот началась моя жизнь на огромном корабле, на одном из трех огромных самых кораблей, самых больших кораблей на данный момент, на анаконде. И потихонечку буду зарабатывать деньги. Посмотрим, что в итоге получится с этих целей сообщества, как много денег выйдет заработать на них. Это я уже расскажу потом как-нибудь. И, наверное, ребята, наверное, серии сейчас по элитке станут выходить уже реже, потому что, ну, мы, в принципе, всякими разными занятиями позанимались, денег у меня сейчас нету, нужно их интенсивно зарабатывать. Вот, ну, а так как я не могу целыми днями сидеть за элитой сейчас, то что-то новое показывать я не смогу. Просто показывать, как я летаю и ввожу эти товары туда-сюда, в очередной раз не особо интересно. Вот, но я на элитку не забиваю ни в коем случае, просто серии будут выходить пореже. Вот, и буду потихонечку собирать бабло, улучшать анаконду, ей есть куда расти определенно, тут на топовую анаконду нужно полтора миллиарда, на боевую топовую анаконду. Вот, я боевую топовую анаконду не планирую, в принципе, делать пока что, но пострелять мы еще постреляем, я думаю, на анаконде немного, но это будет уже очень нескоро, надо много денег собрать сначала. Вот, и поэтому буду торговать потихоньку, может быть, по майню посмотрим, но об этом тоже расскажу потом как-нибудь. Показывать майнинг этот уже не буду в очередной раз, потому что уже копали достаточное количество раз на записи, там ничего интересного нет. Будут новые цели сообщества какие-то, буду тоже их показывать, если буду в них принимать участие, конечно же. Ну, а пока что, я думаю, на этом с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok